Третье. Дозволенность разговаривать после намаза ища, вести какую-то беседу, если это во благо, если это что-то благое. А так мы с вами знаем, что после намаза ища фруксусом не сидел, ложился спать. Это сунна. Если только нет какого-то повода благого, тогда что-то говорится. Это исключение из вот этого запрещенного ночного времяпрепровождения. К сожалению, в наше время стало обыкновением. Если в этом есть благо, то это можно, это дело про колесора-тосора, но не то, что делают люди сегодня. Лишние разговоры, беспорезная болтовня, хождение туда-сюда, сюда зашел, чай попил, туда пошел, поговорил, по телефону и так далее. Нет. То есть вот это вот, вот эта задержка после ища, когда человек не сразу ложится спать. Во-первых, это не должно быть часто и не должно быть долго. Во-вторых, в этом должна быть какая-то большая польза. И третье, чтобы не упустить из-за этого какую-то еще большую пользу. Понятно? То есть у нас должно быть фикх, понимание вот в этих вот вещах.